Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги пророка Исаия Для библейского портала экзегет читаю свой собственный перевод А в шестой главе Исаия, собственно, задался вопросом Что это я вдруг? Почему в шестой? Вообще то, что написано в шестой главе, с нашей точки зрения, должно было бы быть в первой Собственно, описание начала пророческого служения Исаии Хотя, может, и не начало Может быть, он сначала произнес все то, что было в первых пяти главах А потом с ним случилось событие, описанное в шестой Тоже не исключено Но вряд ли он записывал просто, знаете, как дневник Первый октября, потом 20 ноября, потом 8 декабря И вот, соответственно, они идут хронологически, эти главы Не похоже Здесь вообще-то нет датировок И более того, мы видим, что события шестой главы, они связаны с концом правления царя Узи А это первый из тех царей, при котором он пророчествовал Значит, это начало, но не самое начало его служения Я думаю, что здесь скорее тематическое такое решение Потому что в первой главе все начинается Слушай небо и внимай земля, ибо Господь говорит А в шестой главе Вот я, Исаия, со мной было такое То есть, понятно, на шестом месте Не на первом, он сам Ну и что же там произошло Он священник, судя по всему В год смерти царя Узи я видел Господа Он восседал на высоком вознесенном престоле А полы его одеяния наполняли храм Что происходит? Он служит в храме, как священник И входит, судя по всему, в святое святых Вот была такая обязанность Для того, чтобы там Или просто в святое, может быть, даже так Для того, чтобы там совершить определенные богослужебные действия И это не рядовое событие Вот, скажем, потом отец Иоанна Крестителя Захария будет точно так же по жребию Совершать определенные действия в святом Во втором по степени священности помещения и храма Возможно, в Исаии происходит нечто иное Подобное, да И человек, который даже священник Он это, в общем, делал, может быть, два-три раза за всю свою жизнь И это такое особое, конечно, переживание И вот он видит Господа непосредственно Вообще-то храм понимается как место символического присутствия Бога Среди своего народа А здесь он видит прямо физическими глазами Что необычно И он не описывает Господа никак Он описывает его окружение Перед ним парили Серафимы Серафимы сегодня мы их представляем такими какими-то ангелочками Но вот это описание как раз оттуда У каждого по шесть крыльев Двумя прикрывали они лица, двумя ноги, а на двух летали И, опять-таки, больше ничего не сказано Шесть пар крыльев Странно У живых существ так не бывает У живых существ две Два крыла, одна пара Но здесь вот прикрытие лиц, прикрытие ног То есть идея некоторой тайны Какого-то смущения перед Богом Да, то есть когда мы закрываем лицо Мы прячемся или мы смущаемся Особенно дети Да, это хорошо видно Как они там могут прятаться Когда их что-то смущает И они взывали друг к другу Свят, 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 Господь воинств Земля исполнена, слава его От их голоса согнулись врата Храм наполнился дымом Вот весь этот такой Даже не знаю, как это назвать Небесный двор Господа воинств Воинства, кстати, имеется в виду Ангельские воинства Прежде всего, которые служат ему Которые в данном случае сопровождают его Вторгается в эту земную реальность Настолько, что земная реальность дрожит Врата трясутся и храм наполняется дымом Но при этом он описывает Как-то очень Ну, нечетко На что они были похожи Эти серафимы Только их крылья Только вот этот жест Таинственности и смущения И больше ничего Как это происходило? Очевидно, есть пределы За которыми человеческий язык Просто не в состоянии Описать происходящее Вот здесь как раз Одно из таких событий Тогда я сказал Горе мне, я погиб Я человек с нечистыми устами И живу среди народа с нечистыми устами А мои глаза видели царя Господа воинства Представление о том, что человек не может Увидеть Господа и не умереть Оно для израильцан было в высшей степени характерно И вот здесь тоже оно И, соответственно, человек с нечистыми устами Это человек, у которого есть грехи, пороки Который говорит не всегда правильно И вот что ему делать Тогда один из серафимов подлетел ко мне Держа щипцами горящий уголь с жертвенника Жертвенник, на котором благовоние Это, конечно, не большой жертвник в дворе храма А вот такой маленький, который там Он коснулся моих уст Представьте себе, горящий уголь Хотите ли вы целовать горящий уголь? Я ни в коем случае не хочу Это очень серьезный ожог Коснулся моих уст и сказал Теперь, когда это коснулось твоих уст Твоя вина удалена, твой грех прощен Ну, то есть грех, как прямо какая-то инфекция Бактерия, вирус, который выжигается Вот пламенеющим углем И действие, конечно, символическое То есть здесь описано то, что невозможно передать Адекватно земными словами Но Исаия пытается Хоть как-то к этой реальности приблизиться Значит, твой грех прощен То есть человек не может предстать пред Богом В его нынешнем состоянии В своем нынешнем состоянии Но если этот грех будет каким-то образом с него снят Тогда да То есть человек не готов к этой встрече Но по воле свыше он может быть к ней Приготовлен и ее удостоен Я услышал, как Господь говорил Кого послать? Кто пойдет за нас? Я отозвался, вот я, пошли меня Тоже такой очень своеобразный разговор, да? Кого послать? Кто пойдет за нас? Значит, Господь может отправить любого, разве нет? Но Он хочет, чтобы этот человек вызвался сам Чтобы он не просто был таким почтальоном Который приносит людям весть от Бога Но вестником, который сам соучаствует в этой вести Который говорит и от себя тоже И что за множественное число в нас? Как при сотворении человека Бог говорит сотворим человека, да? И много об этом спорят, что имеется в виду То ли это божественное число величия Равнозначное я сотворю То ли, как утверждают христианские богословы Здесь есть намек на святую троицу То ли, может быть, человек и Бог Соучаствуют в сотворении человека, да? То есть Бог говорит сотворим, обращаясь отчасти К самому человеку И не творит его без воли и согласия человека Вот здесь может быть что-то похожее Но на таком первичном уровне Видимо, серафима, то есть вот этот небесный двор Господа, он и есть множественное число То есть за нас, вот за меня с серафимами С ангельскими силами и всеми остальными Я отозвался, вот я, пошли меня Он ответил Иди и передай этому народу Слушайте, слушайте, да не разумеете Смотрите, смотрите, да не понимаете Очерствело сердце этого народа Уши оглохли, глаза закрылись Не услышат ничего, не увидят Сердцем не уразумеют Не обратятся ко мне за исцеление Вот смотрите, эти слова Их можно переводить по-разному Можно переводить и так Чтобы они не исцелились Чтобы они не обратились за исцелением А мне кажется, это немножко странным Потому что получается тогда Что Господь Сам не хочет Чтобы эти люди обратились к Нему Но это явно противоречит Общей тональности книги Но можно понять это так Что вот Он нам говорит то, что есть Бог передает через Исаию этим людям Описание текущей ситуации Я спросил, доколе Господи? Он ответил, доколе города не опустеют И в домах не останется живущих И земля не обернется пустыней И Господь не удалит людей И не настанет в стране полная разруха Вот то, о чем предыдущие главы Вполне ясно говорят, что все будет очень плохо И всему скоро конец Если останется хоть десятая часть То ее снова ждет пламя Но как от срубленного теревинфа Это одно из деревьев Или дуба пень остается Так останется у них святое семя То есть гибель, разорение, разруха Все это не навсегда Все это имеет свои пределы И в какой-то момент Все будет восстановлено Просто мы не знаем, как и когда В какой-то момент действительно Они вернутся, эти люди Те, кто останется в живых На свое место оставленное Или жизнь к ним вернется Мы не знаем, как это описать Но произойдет что-то такое Что будет подобно тому, как срубают дерево Остается пень, но от него вырастает новый побег Вот об этом более подробно седьмая глава Субтитры создавал DimaTorzok